Здравствуйте! Вы смотрите седьмой канал в студии Александра Стрельцова. Сейчас о главных событиях в стране и мире за сегодняшний день. В Женеве готовятся к межсирийским переговорам о прекращении вооруженного противостояния в стране. Они должны начаться 29 января и пройдут при посредничестве ООН. Переговоры призваны собрать за одним столом враждующие стороны представителей сирийского правительства и оппозиции. О темах будущих встреч в следующем сюжете. В преддверии исторических переговоров ведущая организация под эгидой ООН, включая ЮНИСЕФ и ВОЗ, призывают стороны конфликта способствовать разрешению гуманитарного кризиса в Сирии. Стороны переговоров должны сесть и сделать то, что они должны сделать. Первое – сделать так, чтобы люди перестали голодать в осажденных районах. Второе – прекратить атаки на школы, жилые дома и больницы. И третье – снести эту берлинскую стену между нами, гуманитарными организациями, которые хотят помочь людям, и люди имеют право получить нашу помощь. Пятилетний конфликт с Сирией унес жизни больше 250 тысяч человек. По данным ООН, половина населения вынуждена была сменить место проживания внутри страны. 67% живет за чертой бедности. 4,5 миллиона сирийцев бежали в соседние страны. Дети – в особенно тяжелом положении. В начале конфликта дети привыкли играть роль поддержки – в качестве поваров, носильщиков или помощников врачам. Но сейчас мы видим намного больше детей на передовой. Они работают на контрольно-пропускных пунктах, носят оружие. И в некоторых случаях они даже сами участвуют в убийствах, в том числе выступают в роли смертников и палачей. Врачи говорят, из-за того, что дети не получают доступа к медицинской помощи, в Сирии возникают вспышки кокруша и кори. До кризиса прививки в Сирии регулярно получали более 90% детей. Сегодня таких менее 50%. А во многих районах, например, в пригородах Идлиба, таких менее 10%. А в некоторых осажденных районах детей не прививали вообще уже более двух лет. Как ожидают в ООН, первый раунд переговоров продлится 2-3 недели. В целом обсуждения займут около полугода. В греческом парламенте состоялись дебаты по пенсионной реформе. Она – одно из главных условий получения многомиллиардной помощи. О чем говорили, смотрите далее. Премьер-министр Греции выступил с поддержкой планируемой пенсионной реформы. По его словам, у страны нет выбора, кроме как внести изменения в систему, которая создает постоянный дефицит и находится на грани краха. Сегодня мы обсуждаем пенсионную реформу, поскольку если не предпринять меры, система рухнет. Если мы не предпримем меры, мы будем вынуждены продолжать брать деньги из бюджета, чтобы выплатить пенсии. В текущих условиях это невозможно. Лидер консервативной новой демократии Кириакос Мицатакис обвинил Ципроса в обмане собственных избирателей. В течение года вы превратили надежду в отчаяние. Вы говорили о повышении минимальных зарплат, отмене госдолга, отказе от пакетов помощи. Список бесконечный. Вы хотели бы обо всем об этом забыть, но люди этого не забыли по простой причине. Они живут в тяжелой реальности, которую создал ваш непрофессионализм. Без пенсионной реформы Афины не смогут достичь требований для получения пакета помощи в размере 86 миллиардов евро. Его утвердили в августе прошлого года. А без этого власти не могут начать переговоры о возможном списании долга. Если реформа пенсионной системы будет утверждена, то для граждан это будет означать повышение социальных выплат до 20% от их заработка. Во время дебатов у здания парламента собрались сотни протестующих. Они не согласны с предложенными изменениями. Это комбинация мер, которая вместе с налогами растопчет нашу жизнь полностью. Сегодня Греция ежегодно тратит 28,5 миллиардов евро на пенсии. Международные кредиторы хотят эту сумму сократить. Но они не поддерживают идею Ципроса поднять сумму вкладов для работодателей и сотрудников, поскольку это навредит восстановлению экономики и сократит чисто легально трудоустроенных граждан. Греческие чиновники говорят, формально утвердить реформы парламент должен уже к началу февраля. Иран начнет поставлять газ в Европу в течение двух лет. Об этом сообщил глава иранской газовой экспортной компании Алириза Камели. Тегеран намерен довести поставки газа в Евросоюз до 30 миллиардов кубометров в год. Иран заинтересован в развитии и расширении этого сектора, в частности, мощности по сжижению газа. Власть страны надеется, что проект Иран-ЛНГ, замороженный за наложенных на страну санкций, будет завершен в течение трех-четырех лет. Напомню, он готов на 40%. В зоне АТО ранен один украинский военный. Погибших нет. В штабе сообщают, за сутки ситуация немного обострилась. Традиционное затишье только на луганском направлении. Донецкий напрямок. Тут боевики порушивали режим тиши по всей линии фронта. Поблизу селища Зайцево, что на північь от окупованной Горлівки, украинские позиции были обстреляны врагом из минометов калібром 82 мм. Поблизу Донецкого аэропорта фиксируется трех-четырех лет. Там активизировались и вооружие снайперы, которые провели семь обстрелов в районе Донецкого литовища. Там же, в районе Писки, наши позиции были обстреляны из оружия танков-ворога. На Мариупольском направлении, горячими точками в прошлом году были Марьенко и Красногорск. И в Красногорске по наших позициях были обстреляны минометы. Украинский Кабмин уволил Сергея Курыкина с должности замминистра экологии, исполняющего обязанности министра экологии природных ресурсов. Кроме него правительство лишило должностей директора департамента климатической политики Минэкологии Владислава Вежнина и директора государственного предприятия «Укрэкоинвест» Алексея Коваля. Напомню, причиной их увольнения стали итоги служебного расследования о растрате государственных денег. Это 550 миллионов гривен. Премьер-министр Украины призвал возбудить уголовное дело. И я прошу персонально керевника Национального антикоррупционного бюро, пана Ситника, який є новою, фаховою і незалежною людиною, взяти ці матеріали під особистий контроль і порушити реальне кримінальне провадження і взяти ці корупціонерів. В Україні можуть пересмотреть НДС для аграріїв по итогам первого квартала. Об этом сообщили в Минфине. Сейчас задолженность перед сельхозпроизводителями 24,5 млрд гривен. Сейчас в бюджете нет средств на это, но правительство обещает не накапливать финансовых обязательств перед аграриями. Напомню, условия сотрудничества с МВФ предусматривали перевод сельхозпроизводителей на общие условия налогообложения. Но после протестов депутаты нашли компромисс льготного перехода к новой фискальной системе. Для аграріїв ми вже допрацювали програмне забезпечення і казначейство вже з минулого тижня почало відшкодовувати ПДВ для платників спеціального режиму ПДВ, тобто для аграріїв. Система вже працює, програма допрацювана. Стосовно ризиків, важко сьогодні зазначити, тому що дійсно три різні умови, три різні податкові декларації це не полегшення адміністрування податків, але ми зробимо все, щоб зменшити і кількість перевірок, і підвищити рівень адміністрування податків. Летом в Україні можуть ввести услугу переноса номера мобільного телефона при смені оператора. Государственный центр «Радиочастот» объявив результаты победителя конкурса. Ожидається, що услугу введуть в іюні. І тогда абоненты змогут использовать свой номер без привязки к оператору, що существенно усилит конкуренцію на ринке. В Україні продолжається третій етап дополнительной вакцинації против поліомиелита. Медики использують 4,5 млн доз вакцины на 900 тисяч евро. Ее закупила Еврокомісія. Остановити вспышку опасного вируса сможет только вакцинація 95% детей. Согласно українським стандартам, каждый ребенок от 3 месяцев до 10 лет должен быть привит от опасного заболевания. Вакцина обеспечена все регионы, она бесплатная. Компания продлится 3 недели, но ее могут продлить из-за эпидемии гриппа. Медики говорят, ОРВИ и грипп не являются противопоказанием против прививки от поліомиелита. Перед этой процедурой здоровье ребенка должны тщательно проверить. Только что мы пришли на контрольное взвешивание и нам сказали, будете делать прививочку поліомиелит. Ну, согласились делать прививку. Страшно, конечно, страшно. Столько всего происходит, что поліомиелит умирают детки. Ну, согласились. Страшнее заболеть тоже. У пациента в одной из больниц, да, они обнаружили вирус ЗИКа. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на медиков. Вирус нашли у пациента, который посещал страны Центральной и Южной Америки. Там болезнь сейчас активно распространяется. Напомню, заражение беременной женщины этим вирусом может привести к появлению на свет ребенка с микроцефалией. Вакцины от заболевания пока нет. ЗИКа передается комарами. У взрослого человека вызывает сравнительно легкое заболевание. Симптомы – жар, сыпь, покраснение глаз и боль в суставах. Болезнь длится от пары дней до недели. До знаменитого карнавала в Рио-де-Жанейро осталось меньше двух недель. Но в этом вирус ЗИКа добавил хлопот бразильцам. В рамках борьбы с лихорадкой сам Бодром обрабатывают инсектицидами. Инспекции проходят в местах, где хранятся карнавальные костюмы, и на площадках, где репетируют будущие участники парада. Заболевание само по себе не опасно для жизни и похоже на легкую форму лихорадки Денге. Но местная власть утверждает, в 2016-м риск заражения не выше, чем в предыдущие годы. В реальности цифры немного ниже. Четыре года назад зараженных было в три раза больше. По данным Всемирной организации здравоохранения, в прошлом году в Бразилии было почти 4 тысячи случаев микроцефалии у новорожденных. Это в 30 раз больше, чем в любой год из предыдущих пяти. С апреля прошлого года в Бразилии и других южноамериканских странах лихорадка ЗИКа начала приобретать характер эпидемии. Напомню, Рио-де-Жанейро готовится принять летние Олимпийские игры. Они начнутся в августе. До тех пор власть планирует остановить распространение вируса. Правительство Великобритании будет стимулировать граждан покупать электромобили. На популяризацию такого транспорта выделят больше средств. Так власть хочет добиться значительного снижения уровня вредных выбросов к 2040 году. Подробнее о полезной инициативе далее. Дорогие электромобили для большинства британцев все еще остаются скорее роскошью, чем средством передвижения. Но власть намерена добиться перелома в сознании граждан. Некоторые водители уже заинтересованы в покупке машин с экологичным двигателем. Мне кажется, это хорошо для окружающей среды. И думаю, это будущее для автомобилей в целом, для их стоимости. Не нужно заправляться на бензоколонке. Достаточно зарядить, и можно ехать. Правительство выделит 57 миллионов долларов на расширение программы популяризации экотранспорта. Средства пойдут на оборудование уличных фонарей, док-станциями для подзарядки, а также на создание большего количества бесплатных парковок для электромобилей. Кроме того, водители электрокаров получат привилегии на дорогах. Например, смогут двигаться по полосе, выделенной для общественного транспорта. Делая ставку на электромобили, власть Великобритании надеется снизить до минимума вредные выбросы к 2040 году. Сейчас страна – один из лидеров по загрязнению атмосферы выхлопными газами. Между тем, альянс налогоплательщиков критикует трату государственных денег, говоря, что они получены за счёт сокращения других программ. Власти выходят за рамки своих возможностей. Нет денег для финансирования этой расточительной схемы, направленной на малое число людей, которые решили купить очень дорогой автомобиль. Среди водителей также немало противников электромобилей. По их мнению, они слишком дорогие и не подходят для дальних поездок, поскольку нуждаются в подзарядке примерно каждые 135 километров. В Японии впервые за 10 лет победителем престижного чемпионата Сумо стал японец. Котосигику Кадзухиро завоевал Кубок Императора. До этого лидерство удерживали выходцы из Монголии. Подробнее о триумфе в следующем сюжете. У стадиона Сумо Коку Гикан собрались журналисты и поклонники. Здесь чествуют победителя. Котосигику Кадзухиро – первый японец за последние 10 лет, победивший на престижном чемпионате Сумо. Ранее в течение многих лет первенство было у монгольских борцов. 31-летний спортсмен обошёл многократного чемпиона Хакуха. Тот завоевывал титул победителя 35 раз. Японцы рады, что первенство наконец у их соотечественника. Как японец я горжусь тем, что Сумо – национальный спорт Японии. Я был очень рад итогу чемпионата. Но другие говорят – дело не в национальности. Не важно, откуда участники. Каждый из них так долго занимается, чтобы стать победителем. Просто в этот раз победителем стал японец. Но я глубоко поражена достижениями всех борцов Сумо, вне зависимости от их происхождения. Первый турнир по Сумо был организован в 17 веке. Тогда участвовать в состязаниях могли только японцы. Но чуть больше столетия назад стали принимать и иностранных борцов. Сегодня спортсмены из других стран доминируют в соревнованиях. Особенно выходцы из Монголии, такие как Хакуха и Асасёрио Акинори. Это были главные события из жизни мира и Украины на сегодня. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok